Я расскажу про современные техники исполнения для флейты. И когда пытаешься вообще придумать, как же это все донести и рассказать, то хочется как-то это систематизировать. Но тут и возникает проблема, потому что единой такой системы, в общем-то, нет. Хотя первые попытки как-то организовать вот эту вот систему в одну единую целую объяснение современных техник на флейте, ну, в частности, смотрите, да. Первая попытка уже в 50-м году была. Такой Бруно Барталоцци, итальянец, он написал труд для всех деревяшек. То есть флейта, габык, ларни, это погода. Ну, естественно, если сейчас на меня посмотреть, она уже как бы изрядно устарела, но это была такая первая попытка, которая простимулировала, в общем, в дальнейшем написание других трудов. И в этом смысле флейте повезло, потому что, в общем, для флейта написано больше всего таких вот трудов. Вот. И где-то в 80-е-90-е годы было написано довольно много книг таких. Это Пьер Ив Арто написал книгу, Роберт Дик, Кэрин Ливайн. Вот я принесла, чтобы вы посмотрели. У меня есть Кэрин Ливайн, двухтомник у нее. И у нас вот Олег Танцов написал книгу, но это было уже несколько лет назад буквально. Ну, зато на русском. Но зато на русском, да. Вот. И, ну, то есть, в общем, достаточно большое количество таких книг. Сейчас есть и разные сайты, где можно, ну, например, там, набрать ноты те, которые тебе нужны, чтобы звучали мультифоники, и там тебе будут разные варианты аппликатуры. То есть, ну, в принципе, информация есть, но единой системы, опять же, да, скажу, к сожалению или к счастью, нет. Вот. Поэтому, ну, то есть разные, например, приемы, они будут, могут, да, отличаться в написании, в обозначении, вот, в разных, у разных композиторов. Вот. И, соответственно, ну, тут есть, как бы, свои плюсы и минусы, естественно. Ну, для нас, как исполнители, это, ну, в общем, некую трудность тоже создает, да, потому что мы зачастую для того, чтобы понять, что имеется в виду, в общем, тратим больше времени, чем, ну, на само изучение произведений, да. То есть, поэтому очень важно, чтобы была легенда, да, для исполнителя, где каждый, каждый прием описывался, ну, подробно, да, чтобы мы понимали, что вы хотите. Вот. Поэтому, насколько подробно вы напишете, настолько мы точно и сыграем. Ну, как бы, есть такой момент. Ну, с другой стороны, вот, то, что нет единой системы, в общем-то, тут есть и какие-то плюсы тоже свои, потому что, ну, это такой творческий процесс, когда, ну, вот, все, что-то происходит, что-то новое, что-то трансформируется, что-то, какие-то новые приемы возникают. Вот. Поэтому, в общем, тут это не плохо, не хорошо, это вот так. Так. Я покажу, я какие-то ноты принесла, да, сейчас я, наверное, просто покажу какие-то приемы. Вот. Вы тогда задавайте вопросы просто, если там что-то интересное или непонятное, или еще что-нибудь. Можно начать, например, с серии приемов, группы приемов, да, так называемых шумовых, те, которые используют шум воздуха. Есть два положения флейта, при которых можно играть с шумом воздуха, да, это открытое положение, ну, обычное, классическое, и закрытое положение флейта, когда полностью закрывается отверстие флейта. При открытом положении, возможно, ну, вот, возможно, разные градации, как-то, шума и звука. Вот. То есть, соответственно, может быть просто звук, может быть просто шум. И между ними, возможно, разные варианты. То есть, возможно, плавный переход, например, или, может быть, половина шума, половина звука. Ну, и так далее. Либо отдельный звук, да, какой-то, например, половина шума, половина звука. То есть, вот такой вот, не очень чистый, да. Тут, опять же, вот, смотря, что требуется, тут вот, от этого будет зависеть, что мы будем делать. Как это обозначается? Тут есть, опять же, варианты. В основном пишут просто белую круглую ноту, если обозначают полный шум. Вот. Но, бывает, там, квадратики пишут, например, ноты, ноты в квадратики. Например, если это полный шум, это белый. Если шум со звуком, то это, например, может быть квадратик, но черный. То есть, опять же, тут важна легенда, да, чтобы точно понимать. При закрытом положении флейты, соответственно, тоже будет слышна звуковусонность. Но уже не так сильно, и будет слышна только звуковусонность в первой октаве. Дальше просто будет соскакивать то же самое на низ. Так вот, таким образом. Если сильнее давать напор, да, и на струи воздуха, то тогда это будет уже джет. Джет-висел, такой прием, когда в закрытом положении флейты, сильным таким выбросом воздуха, получается вот такое. Да, и, соответственно, тоже только первая октава. Дальше, чем выше будет звук, тем будет меньше обертонов и, соответственно, меньше звука. И со второй октавы уже практически нету. То есть, это уже вот такое вот что-то. Поэтому первая октава. И что касается всех приемов, которые используют, ну, в которых в основе, да, обертона лежат, ну, и эта игра обертонами и какие-то вот такие шумовые эффекты, то это в основном, это первая октава по написанию, потому что дальше, ну, чем выше, тем меньше обертонов. Чем выше аппликатурно я нажимаю. Вот, соответственно, если, например, говорить об обертонах, да, ну, сейчас я отвлекусь немножко, то чем ниже я нажимаю аппликатурную ноту, да, тем больше у меня получается обертоновой серии. Ну, примерно, да. А если я возьму там, например, си, да, второй октавы, то есть уже четвертый, он такой вот столбом. Вот, что касается шума воздуха, тут вот, ну, нужно просто ради примера посмотреть. Например, как это у Холлигера вот написано. Полностью закрытая нота, которая постепенно переходит в звук, то есть вот так вот. То есть здесь он обозначает, да, то есть это написано у него, что сначала вот из ничего, но не так из ничего, да, не открытое положение, а именно из закрытого. Это написано там, где-нибудь, по-моему. Вот. То есть здесь у него вот такая вот кругленькая нотка. Потом здесь еще можно у него увидеть... Сейчас, по-моему, уже это у него были. А, вот, например, ну, тогда уж если открыли эти ноты, да, можно здесь пойти посмотреть. Вот, например, вторая строчка, да, вторая строчка белая нота. Белая нота, и написано под ней Ну и дальше другие звуки, да. То есть, да, все, что связано еще с шумом воздуха, тут возможно их дополнять разными звуками и, ну, произношением каких-то, может быть, слов или букв, да. Здесь написано еще стрелочка вверх, что обозначает вдох. Да? Опять же, шум воздуха возможен с вдохом. Лучше это слышно, конечно, при закрытом положении флейта, да, потому что, когда открытый, то это как вдох, как вдох, в общем-то. В основном резонанс не слышен флейта. Когда это сделается в закрытом положении, здесь еще с звуками. Ш, О, У, но на вдохе. Тут получается вот так. Так, что еще здесь? Еще есть белая нотка здесь, вот я вижу. опять же но это то что на вдохе до стрелочка вверх вдох на вдохе это 5 строчка сверху и третья строчка снизу вот еще белая белый но тогда самый последний элемент стрелочка наверх белые ноты и при этом двойной стакан так а так и получать вот так то есть это закрыто положение флейты на вдохе и так атак но здесь у холлигера много приемов которого придумал сам которых нигде нет вообще хорошо разбирать техники и поэтому у него много ноу-хау так же как и например шарина композитор который много придумал своих приемов тоже нигде нет но шарина работал не сам играет он работал много с флейтистами такие тандем у него были с разными флейтистами смотрю король и мизури и поэтому там много того что они просто нашли какой-то совместной работе так ну что касается шум воздуха вроде бы так будем не сказала да походу если вспомню еще скажу верю вы спрашиваете эффекты ударные следующая такая группа приемов ну можно начать с толстая с клапанами тут есть нет некоторые нюансы такие что опять же звучит в основном только нижняя первая октава если например играем играю я вниз первую октаву очень хорошо слышно для гамма да если я пытаюсь сделать то же самое наверх тут ничего не слышно то есть если я буду поделить и каждую ногу играть туда быстро гамма не получится тут надо учитывать то что иногда встречаем ну так видно то есть вот это вам можно а вот это нет вниз можно наверх нет можно также усиливать например ну просто какую-нибудь ноту например да дополнительно по клапану получится просто такой больше акцент как правило это обозначается крестиком просто ну опять же могут быть вариантами как правило крестик вместо ноты крестик если вместо с ноты значит крестик над нотой соответственно потом следующий такой ударный эффект да это слэп 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 это удар языком вот и опять же первая октава то есть в основном все приемы они внизу можно еще делать она не на т она п будет немножко мягче ну то сильно мягче но это тоже как вариант потом есть прием который называется тангрэм он исполняется закрытом положении и звучит на септиму ниже чем я аппликатору нажимаю опять что к первой октавы но вот такой прием например очень хорошо на басовой флейте слышно чем больше флейта тем будет лучше хороший щелчок так что касается ударных приемов а еще есть вот я встречал у шарина такой прием то есть это на я нажимаю клапан и на отзвуке вот на этот работает только в одном в одном на роде есть на улыбке все не нажимаю а я наоборот отпускаю это у него вот здесь можно посмотреть числе бергсона он такой очень-очень тихий но если в принципе у него вообще ноги бьеса на грани как услышали и тихо в зале хорошая акустика то очень хорошо слышно он такой необычный вообще шарина тоже у него конечно для флейта много произведений для флейта слова и они такие все как как этюды на какой-то технический прием один или на несколько там как правило но таких вот обычных нету основном это какие-то и очень часто именно то что он сам придумал нашел здесь примерно такой есть прием который я даже не знаю как назвать он основан на на бертонах но это закрытая вот можно да первая страница открыть вот это вторая нотка какая-то маленькая то есть вот афликатурная нота доля нажимаем на закрытое положение и дальше будет там на таком приеме собственно говоря один из первых на котором построено это произведение его нигде в общем опять же нет и как его назвать тоже я не знаю закрытый свист это обертон на обертонах а первая нота это соответственно тоже обертон это кластер обертоновая ноты я играю резкий высокий обертон получается классно понятно она на протяжении всех есть идет ритмично отбивая отбивая такой вот какой-то ритм равномерный и а между ним собственно говоря происходит что-то что-то разное это шарин вдохновил сиденье берксон зачастую берксон собственно говоря берксон из исследовал так как время как люди по-разному реагируют на время как они по-разному воспринимают и он на своих лекциях эксперименты например там стакан с водой и клал кусочек сахара и все смотрели как растворяется сахар и дальше обсуждали кому-то казалось там прошла секунда кому-то казалось что долго долгое время и собственно вот эта пьеса это есть такое такое вот вдохновленное этим исследование что мы все по-разному воспринимаем время и в зависимости от того что происходит что происходит да тоже по-разному и здесь вот за счет вот этого равномерного кластера который идет на протяжении всей вещи и зависимости от того что там внутри происходит и меняется по-разному воспринимается вот эти вот отрезки если взять шарина то ну вот я показал эти два основных приема ну про бертоны наверное не знаю если уж просто сейчас напомню да что вот предположим первый класс да но то 7 если взять просто медленно да но тусе можно сыграть разных много обертон на одной аппликатуре и можно опять ждать чем ниже но то тем больше будет звук а я то что здесь это просто резкий резкая фокусировка на самом высоком можно играть это новый трели получается что разные разные обертон это без бильянда она может быть и основана на обертонах то есть разных обертон а может быть основана на а если смотреть на пьесу эту да на часы бергсона то на второй строчке это закрытое положение плейты он пишет что тремные тремные клапаны да опять же не сказала что когда закрытое положение шум да то можно использовать и фрулата тогда собственно получается такие звуки на посуду плейте еще лучше звучит так удачно все это повторяется она под на первой странице последний элемент это как раз шум воздуха открытие вот он так то есть это шум воздуха и потом потом отдельные ноты постепенно постепенно глиссанда вниз вот так вот получается на следующей странице вот такой вот ромбик например шум воздуха обозначает и это открытое положение так дальше это те же приемы просто модификация а потом на 4 страница возникают мультифоники да мультифоники ну к сожалению или не к сожалению не знаю они на на каждой флете в принципе могут звучать по-разному и у кого-то вот там на одной флете берется мультифоника а в другом не берется и тут как бы ну то есть есть какие-то мультифоники которые более-менее стабильные они у у всех нормально играются но опять же есть ну вот тоже коррин ливайн да с таблицей те же интернет ресурсы там еще что-то где можно смотреть но главное чтобы были варианты если вы как композитор положим допишите мультифоник то желательно чтобы были какие-то варианты аппликатуры потому что ну вот какая то может например играться какая-то не играется в силу каких-то разных причин у меня например это немецкой системы и тут тоже есть какие-то свои там нюансы поэтому ну понятно что я сама буду подбирать там далее смотреть но тем не менее и но есть серия мультифоников которые на флейте играется довольно хорошо и стабильный на форту можно играть есть серия который играется только на пьяном например есть мультифоники которые не очень стабильные то есть там ну например там четыре звука там два хорошо берутся а два как бы если повезет как-то так расскажите подробнее про закрытые положения что это что она дает и я просто видела в значениях легенде где-то что-то вроде закрытые положения ну да ну это вот я только собственно говоря когда про шум рассказываю я с этого начала да что вот открытые положения это обычно в соответственно ну как бы возможны разные варианты разных приемов например о пограле что будет можно при хотим приёд это музыка тасс не знаю тот же вот только что я играл вот этот фалата закрытая да тоже если играть фалата просто то совсем другой абсолютно то есть это полностью меняет звучание вот у коллегера первая нота я показан да это именно вот это это сумма это ну как плавно возможно да это что касается шума в другие какие-то приемы но вот ну собственно других приемах наверное так сейчас не соображен потому что отдельные приемы джет он играет столько в закрытом там тоже только закрытый есть например что еще можно еще на вдохе это есть уход я встречал только у холлигера такой обычно труд трудно просто выдох естественно у холлигера вдох выдох на последней странице но тут как бы плавно не получится да если говорить о том что предположим в пьесе да у меня сначала открытое положение потом вдруг становится закрытая да тут понятно что зависит от приема и но если для это трудно ампушюр то точно нужно какое-то время как какую-то паузу потому что иначе я просто не успею да если вот посмотреть на ваша шарина вот первые два приема до 1 прием он играется открытым положением и опять же да тут нужно какое-то время понятно что моя исполнительская как бы обязанность научиться как можно быстрее это делать но это довольно непросто особенно если касается каких-то приемов которые извлекаются не прямо вот но это вот что касается смены положения далее сказал еще про вы султана это прием который тоже основан на обертонах на обертонам и серии но это особенно особое положение губ и получается вот так вот тихий 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 но очень красивый волшебный звук его опять же чем ниже но то тем больше будет бертонов возможно играть какую-то отдельную ноту но это довольно трудно но впринципе это можно то есть если например хотите написать мелодию прямо до для используя вас лутона то это ну опасно просто что не получится то есть можно написать но если там например несколько не надо писать прямо развернутую партию так в основном пишут уходим для как раз у него определенные но тут пишут а но есть и не определенный да вот если взять первую страницу раз два три четыре пять шестая строчка то вот сначала деджет потом постепенно открывается при этом обычное положение как раз то о чем спрашивали добавляется удар клапана дальше у него вот он скобочках обозначил видите да ну кого из ноты там видят обычно пишут нижнюю ноту основную от которой собственно высота на есть дальше пишут такую вот кривую линию если это просто да и в это если нужно определенная нота соответственно тоже в этой и какая-то определенная а так 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 еще да смотрю на второй странице использование голоса человеческого с игрой да одновременно то есть возможны варианты ну игры например и внесон пение как предполагать ну вот у крама например есть голос китаторе вот такой известный и там вначале как раз он пишет вот такой унисон да у флейта с голосом получается такой вот звук как усиление такое немножко дребезжание потому что унисон все равно получается прям идеально но получается такой такой эффект и можно соответственно петь что-то одно играть что-то другое вот там там например да еще что-то по поводу микроавроматический микроавроматически для автоматика то можно узнать да сможет ли эти киево то возможно я подозреваю что не все да ну смотрите есть до определенные есть два способа один способ это аппликатурный когда опять же есть таблицы тоже корренды в интернете или еще где-нибудь есть таблицы аппликатуры которому использовать для того чтобы играть микрохроматику но для этого например нужно обязательно флейта с резонаторами такими дырочками вот потому что ну если их нет как предположим на добрые басовые пиколки там намного меньше возможности то есть там тоже можно но не все может быть и есть но у меня нет но честно говоря я не знаю нас по моему нигде нет в россии точно но видишь даже даже есть специальный я не знаю честно скажу не знаю если а то вы наверное есть но так теоретически почему не особо вряд ли да особо вряд ли просто не закроешь пальцем а то наверно возможно но я не знаю еще вопрос по поводу четвертой октавы да но если понятно и и скорее всего не нужно использовать есть никого но соль да давайте я тогда про нас я учусь в традиционной школе что больше радиеза не надо давайте я тогда сначала договорю про микрохроматику да потом про четвертого про микрохроматику еще как бы два варианта да то есть есть разные то есть во первых аппликатурный да во вторых например если нужны какие-то маленькие глиссандры или небольшие изменения то тогда это возможно с помощью поворотом но конечно аппликатурно это будет более точно но с другой стороны если ну там не знаю предположим что-то нужно быстро да понятно что там какую-то супер аппликатуру но там просто это надо учить лет десять никто этого делать просто не будет вот поэтому и не будет слышно главное то есть важно как-то так писать чтобы было слышно что это меняется именно вот микрохроматика да потому что если какой-то быстрый пассаж там не успеешь просто ухом даже цепи что там что-то такое есть микрохроматическая да и ну и опять же возможные с помощью открытия резонаторов и просто есть отдельная аппликатура которую можно использовать что касается четвертой октавы то да есть определенная аппликатура это возможно только на очень там фортиссимо да ну понятно возможно только на фортиссимо опять же ну то есть это такой будет экстремальный как бы звук громкий так мне кажется что приема они нужны и не ради причем да ради того чтобы же так вот идею платить